В мире фитнеса не существует какой-то базовой программы, потому что все мы разные, и наши тела достаточно разные. Кто-то хочет похудеть, кто-то хочет поправиться, кто-то хочет подтянуться, а кому-то просто интересно и весело заниматься спортом. Поэтому программу вы для себя можете выбрать сами. Но я рекомендую все-таки на начальном этапе начинать сначала прорабатывать крупные группы мышц. То есть это пресс, мышцы спины, ягодицы, ноги, затем руки, голень. То есть двигайтесь от центра к периферии. Если вы хотите иметь красивый упругий живот, нужно прежде всего активно прорабатывать прямую мышцу живота. То есть верхний пресс и нижний пресс. Секрет красивый в талии в том, чтобы не перенапрягать косые мышцы живота. Потому что все считают, что если будет много упражнений на косые, то талия обязательно вырисуется. Но наоборот, мышцы, когда становятся упругие, они зрительно увеличиваются. И таким образом талия будет еще больше. Движение мы делаем на выдохе. Плечи не поднимать, длинная шея. Верхнее скручивание. Косые мышцы живота. Фокусируем свое внимание на мышцах живота. Не думаем больше ни о чем посторонним. Тогда пресс будет работать на 100%. В домашних условиях верхнее скручивание можно выполнять лежа на полу или на коврике. Я добавляю к упражнениям по прессу мяч. В таком положении он подключает еще и внутренние мышцы бедра. Начните хотя бы с 10 раз по 2 повторения. Отдельное внимание хочется уделить дыханию. Во время каждого упражнения старайтесь не задерживать дыхание. Дышите. В идеале, конечно же, делать выдох на напряжении. Но, например, когда вы скручиваетесь на пресс, поднимаясь вверх, вы делаете выдох. А возвращаясь в исходное положение, вдох. Поднимаясь вверх, выдох. И возвращаясь, вдох. То есть выдох позволяет мышце сжаться, а на вдохе мышца расслабляется. Упражнение для нижнего пресса. Дома выполняйте это упражнение лежа на полу, на спине, поднимая ровные ноги вверх. Короткое, как бы сокращенное поднятие ног вверх позволяет мне закрепить эффект упражнения. Также оно задействует мышцы среднего пресса, о которых часто забывают. Если вы хотите иметь красивые и стройные ноги, важно помнить, что в одной тренировке нужно прорабатывать всю поверхность бедра. Ну, например, если вы хотите избавиться от так называемых ушек на внешней поверхности бедра, нужно уделять внимание и внутренней поверхности бедра. В домашних условиях вы можете делать просто выпад в сторону с наклоном корпуса и касанием пола рукой. Упражнение направлено на внешнюю поверхность бедра. У кого это проблемная зона, в домашних условиях можно выполнять махи в сторону стоя, либо лежа на боку, махи вверх. Но я уделяю больше внимания ягодицам. Такого рода выпады позволяют работать и ягодицам, и передней части бедра. На это упражнение, наверное, очень приятно смотреть мужчинам. Может показаться, что оно легкое, но попробуйте сделать его два повторения по 25 раз, и вы почувствуете его важность. Желательно после 25 раз сделать 10 коротких сокращений вверху, это закрепит эффект. Также упражнение можно делать, положив ноги на диван или большой мяч, фитбол. За один подход нужно выполнить 25 полных подъемов, 10 коротких. Небольшой перерыв и повторить. Отличное упражнение в тренажерном зале для ягодицы. Вы можете его делать также дома, на коленях и на локтях. Но помните, как и все упражнения, выполняйте все очень медленно, для того, чтобы фокусировать и концентрировать внимание на движении. Тогда вы лучше почувствуете мышцу. Сразу же после упражнения растяните мышцы ягодиц. В последнее время мы все ведем малоподвижный образ жизни. Наша спина достаточно слабая. А позвоночник, как мы знаем, это здоровье всего нашего тела. Поэтому важно, чтобы позвоночник был здоровый, должны быть сильные мышцы, которые его будут держать. Дома я прорабатываю эту зону так. Очень важно не отрывать верхнюю часть тела от пола. А разводя ноги, вы подключаете еще и все мышцы бедра. Для рук мы можем делать отжимания или опускания на локте. Это отличное упражнение, универсальное, в котором участвуют все мышцы в верхней части тела. И бицепс, и трицепс, и дельта. Верхняя часть спины и стабилизация лопаток. Если вам поначалу сложно отжиматься с полностью прямой, встаньте на коленки. Так легче. Меняя позицию рук, вы можете чередовать упражнения на разные мышцы. Поставив руки шире и дальше от тела, вы нагружаете бицепс, переднюю часть руки. Проработать проблемную зону у многих женщин трицепс, то есть заднюю часть руки, можно поставив ладони уже и ближе к телу. По 10 отжиманий, и вы герой. И не забывайте, после каждого упражнения, после каждого силового движения, постарайтесь растянуть мышцу, потому что мышца должна быть функциональная. Она и сильная, и эластичная одновременно. Поэтому мы ее и напрягаем, и растягиваем. Растяжка рук. Растяжка мышц с задней поверхности тела. Заниматься нужно минимум три раза в неделю. Лучше и каждый день. И на самом деле хочется отметить, что спорт это не какой-то отдельный момент в вашей жизни. Это и есть ваша жизнь. Очень важно просыпаться утром и не думать сразу о предстоящих делах и предстоящем дне. Сделать небольшую утреннюю зарядку. Сделать круговые движения плечами, головой, повращать тазом, потянуться. Ведь каждое животное, просыпаясь утром, подтягивается и затем уже сступает к каким-то своим делам. Также хочется отметить, что очень важно сочетать силовую и кардионагрузку. Если вы хотите быть функциональным и развивать не только внешнюю структуру вашего тела, но и внутреннюю. То есть кардиосистему, дыхательную систему, тренировать сердце. Силовая тренировка. Мы с вами разобрали. Это основные группы мышц. Это упражнения на основные группы мышц. Что же есть кардио? Кардио – это все, что вас окружает. Это танцы, гуляние пешком, хождение вверх по ступеням, по эскалатору. То есть везде, где есть движение, это есть кардио. Поэтому старайтесь сочетать силовую нагрузку с активным образом жизни. Также хочется отметить, что в течение всего дня вы можете всегда заниматься спортом. Для этого нужно всего лишь посмотреть на себя со стороны. Как вы ходите, как вы сидите. Расправьте плечи, поднимите голову, подтяните мышцы живота. Ведь если в течение дня вы будете подтянутыми, держать мышцы живота, то они на самом деле быстрее придут в тонус, и вы получите упругий живот. То, к чему мы стремимся. Редактор субтитров А.Семкин